Всем большой привет! Первое, что я хочу сказать, это большое спасибо всем, кто пишет мне комментарии, всем, кто пишет мне вопросы в моей группе ВКонтакте, либо в комментариях на Ютубе. Мне действительно это очень приятно. Я очень рада отвечать на все ваши вопросы. А со временем, надеюсь, рубрика вопрос-ответ как-то наладится и начнется, выпуски будут выходить более регулярно, пока вот, скажем так, будет все слегка неорганизовано. В сегодняшнем видео я поговорю про примеры текста. Мне задавали один такой вопрос, как писать текст, что именно писать, что можно, что нельзя. И я покажу на примере бизнес-брошюр, потому что, как правило, именно в бизнес-брошюрах всегда пишется какой-то пример текста. И для чего он вообще нужен, пример текста, да, и какую функцию он вообще служит, потому что очевидно, что, как правило, текст это что-то такое, что клиент поставит сам себе на свою конкретную тему. Итак, начнем по порядку. Какой пример текста, в принципе, использую я, и самый распространенный это Lorem Y. Lorem Y. я открыла в Википедии. Это достаточно такой известный прием. То есть, у него есть история, он никому не принадлежит, у него нет авторских прав. Он используется как пример текста. Lorem Y. принимается на все микростоки. Его действительно официально можно использовать. В Википедии также вы можете найти отрывок из Lorem Y. Здесь также есть полная версия. И я вам покажу на самом стоке, как используется данный пример. То есть, видим, тут написано заголовок Lorem Y. И, в принципе, все примеры текста используются Lorem Y. То есть, если мы зайдем, то достаточно часто, достаточно много микростокеров используют именно этот прием. Можно, конечно, просто написать ваш текст здесь, ваша картинка здесь. То есть, можно писать текст абсолютно разный. Можно даже писать какую-то народную песню. В общем, все, но чего нет авторских прав. Те авторские права принадлежат, скажем так, народу. Давайте еще вот Lorem Y. Вот видно, да, тоже написано Lorem Y. И, в принципе, весь примерочный текст, который указан в столбиках, это именно, скорее всего, выдержки из вот этого основного текста. Его можно повторять, дублировать, абсолютно бессмысленно ставить. Главное показать пример, да, вот как у нас показано в Википедии. То есть, это явно какая-то типография. И пример, как будет выглядеть уже в готовом заполненном видео. Или это сайт, в пример. В общем, показано пример, как будет выглядеть готовый продукт. На микростоках разрешается делать все, чтобы повысить, скажем так, привлекательность картинки. Чтобы покупатель, покупая картинку, уже видел, как она будет выглядеть в готовом виде. Когда он заполнит ее текстом, где примерно автор, который создавал картинку, видит, где можно поставить текст. Пример, да, то есть, чтобы, когда клиент купил картинку, у него уже был готовый шаблон. Куда ставить, как ставить, какой лучше там шрифт, цвет и все на свете. То есть, для клиента это действительно упрощает работу и это действительно влияет на повышение продаж. То есть, как мы видим здесь, в принципе, все, абсолютно все брошюры имеют текст, имеют пример какого-либо текста. И нам уже видно, да, то, что брошюра выглядит как законченный готовый продукт. Поэтому, если вы рисуете такие бизнес-брошюры, да и, в принципе, во многих картинках, ну, как правило, которые рассчитаны на именно какой-то тип брошюр, баннеров, да, каких-то, не знаю, хедеров еще на свете. То есть, вот, тут текста очень мало, но он заполняется абстракцией. То есть, сразу видно, что здесь, в принципе, текст поставить будет не очень удобно. И клиент, если ему нужен баннер под текст, да, допустим, вот такой вот текст, то вот такой баннер он, скорее всего, не купит. Потому что это, скорее всего, для обложки, для какого-то разворота и все такое прочее. То есть, не для брошюры, не для внутренней составляющей. Хотя, возможно, автор, когда рисовал, да, я, к примеру, говорю, если, допустим, он рисовал верхние три картинки, да, он предполагал под текст. То клиент текста не видит, он не понимает, что это, для чего это, и, естественно, он пройдет мимо. В общем, если вы рисуете какую-либо работу и вы предполагаете, что клиент ее будет использовать для текста, то самый лучший вариант – это уже поставить туда пример текста. На сегодня это все. Если у вас есть вопросы, напоминаю, что задавайте мне их в моей группе ВКонтакте. В самом низу вы найдете два обсуждения – вопросы о микростоках и вопросы о векторной графике. Также задавайте мне их на канале на YouTube. Пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, если вам интересно то, о чем я рассказываю. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!